всех приветствую на своем канале сегодняшний мой ролик я посвящаю прекрасной половине человечества мы с вами говорили о молочнице это уже будет третий ролик для тех кто захочет сам все-таки создать для себя очень безопасные прокладки те которые не будут приносить никакого вреда не будут вызывать болезней потому что молочница это кстати не единственная болезнь которую можно получить если вы используете прокладки купленные из магазина или аптеки что нам для этого понадобится конечно мы будем искать в те материалы которые сделаны из натуральных волокон вот у меня здесь несколько отрезов из хлопка это стопроцентный хлопок и такие отрезы обычно продаются небольшого размера видимо даже не распечатаны еще у меня в волмарте хлопок поэтому не страшно покупать из волмарта что еще можно использовать не обязательно новый материал конечно может это может быть какая-то старая простынь сделанные из хлопка того же или бязи или лучше хлопок ну что бязь жестковато я думаю потом фланельки вот у меня я буду использовать сегодня вот такую фланельку это шерстяная фланель и она была куплена в магазине здоровой еды там где можно было купить касторовое масло если узнали вот эту наклеечку именно для касторовых пакетов она продается ну или где-то вы еще можете найти вот фланельку шерстяную любые ну материалы которые мягкие это может быть какая-то майка уже старенькая скажем но сделаны тоже из хлопка много растиранная мягкая ткань тоже может пойти на именно нам вот те части нашей прокладки вот как как вот и это которые прилегают к нашей коже ну давайте еще посмотрим что нам понадобится нам понадобится какое-то крепление поскольку мы не можем использовать клей никакой это может быть или кнопочки или же велкро вот у меня здесь есть велкро он такой достаточно большой кусочек вот такой он огромный может быть не нужно будет вот небольшая секция его если я выберу все-таки его использовать для закрепления ну конечно карандашик там линеечка сантиметр вот эти вещи нам понадобится ну и вот у меня здесь еще есть такой альбом размер его 30 на 22 сантиметра поскольку там видите вот здесь забирает какие-то сантиметры как раз половинку она и заберет чуть больше 22 в общем на этом листе я буду строить вы можете также взять лист а4 потому что самое главное построить серединку длину в принципе можно варьировать мы сегодня с вами рассмотрим как можно можно и именно технологию технологию но не знаю но посмотрим и технологии тоже немножко две два вида прокладок одна прокладка первая с которой мы начнем будет каждодневная то есть на каждый день то есть та которая нам не несет на себе больших нагрузок я так сказала и и вторая прокладка это будет та которая будет использоваться вами в критические дни ну небольшая есть разница между ними и мы ее также рассмотрим итак первое что вам нужно это разлиновать ваш лист пополам то есть я нашла точную серединку каждой стороны и пересекла эти линии вот примерно с этой точки мы будем строить что это за точка если мы будем смотреть на наше нижнее белье я сейчас возьму свои нижнее белье которое я это новое не использовала еще но оно из хлопка вот посмотрите это ластовица да то есть нам надо чтобы наша прокладка на каждый день лежала вот где-то вот в этом районе согласны с этим где-то так она будет лежать то есть я использую ту которая у меня есть хоть она и натуральная но она из магазина и вы должны понимать то есть если мы выполняем это на ткани то что должна быть деталь должна быть как бы огибать вот эти края да вот эти края с обоих сторон и встречаться где-то на той стороне где мы как раз и будем закреплять ее с помощью велкро или кнопки ну вот давайте сейчас примерно вот такое построим но для этого нам нужно какие-то хоть размеры получить вот посмотрите допустим с этой стороны где-то 8 сантиметров да прокладка она не будет касаться в этой части этих краев то есть она где-то вот здесь и останется но нам это не так интересно нам надо смотреть точку расширения так скажем то есть мы отметку сделали где-то 8 с половиной ну ну пусть будет 8 потому что мы можем немножечко сжать так ведь и с обратной стороны у нас должно быть пошире где-то сантиметров 14 и так какие отметки я буду делать видите я положила напополам примерно да вот то есть мне нужно расширяющийся часть 7 сантиметров в одну сторону 7 другую и так здесь у меня 8 сантиметров по 4 в каждую сторону и здесь 14 по 7 в каждую сторону и сейчас мне нужно будет прибавки сделать потому что все-таки я не могу допустим вот этого длина до этой прокладки она как раз вот здесь она и находится да то есть мне надо немножечко прибавить ткани сюда и сюда ну по полтора сантиметра ну и по центру я еще дала это по 9 сантиметров может быть это даже немножко много для того чтобы вот эти крылья встретились значит нам нужно сейчас как-то сделать крылышки от ширины идя от этой точечки да то есть проходя через эту точечку и прийти где-то вот в эту точечку так получается где мы были раньше ну и затем чтобы мне достичь симметрии полное правильное потому что я попыталась конечно так это не получится надо вырвать лист сложите его по вертикальной полосе и и там уже разрезать его может быть по как раз этому по этой конфигурации итак я проверила сейчас на своем нижнем белье ложится очень хорошо и в этой точке и в этой точке то есть у меня сейчас остается поработать только вот с тем что будет нашиваться и можно уже выкраивать итак я выкроила я припуски на швы не делала вот это я тоже не выкидываю потому что можно сделать лоскутное шитье я всегда это сохраняю итак вот мои две части я сначала буду работать вот собственно с той частью которая будет выполнять функцию абсорбции я так сказала то есть это у меня шерстяной смотришь шерстяная значит если я хочу наверное тут хочу да то есть что мне нужно будет сделать мне можно будет сначала пройти оверлоком вот вокруг этой части а потом ее пристрочить строго по центру вот к одной из этих частей после того когда я это сделаю я соединю эту часть и эту часть вместе естественно лицом наружу и и закалю иголочками и тоже оверлоком или зигзагом можно пройти по контуру и она будет готова прокладка единственное что останется это посмотреть в каком месте вы кнопочку поставите или велкро у меня есть готовая уже прокладка такого типа и я сейчас вам ее покажу я сделала ее утром и как видим вот так я сейчас ее немножко подкорректировала она будет смотреться лучше и вот так она у меня застегивается здесь на кнопочки на кнопочки как видим вот она на нижнем белье хорошо лежит и вот то что я сейчас раскроила на ваших глазах это будет моя вторая сколько прокладок такого типа сделать я здесь я для себя сделаю две потому что ну их все равно стирать надо руками поэтому мне ничего не стоит вечером простирнуть это в раковине и 2 так варьировать их и будет нормально я думаю ну а теперь давайте посмотрим на второй тип потому что второй тип отличается значит со основу возьмете ту же самую выкройку которую мы уже сделали единственное там будет разница давайте посмотрим то что желтеньким у меня в основном обозначена значит во первых вот она была у нас вот такой длины да мы должны прибавить до конца листа или даже может быть отставить лист потому что все таки для критических дней нам нужно достичь больше длины ну сантиметров я думаю 6 7 то нужно прибавить и сверху и снизу и следующая разница состоит в том что нам вам нужно будет прочертить полосу даже вот где я прочертила я думаю что это будет коротковато может быть это вот в этой точечке мы с вами где-то вот в этой точечке проведем прямую линию то есть вот так вот ее проведем и когда мы это сделаем то одна из частей будет выглядеть посмотрите вот так очень похоже на рукав вот такая линия видите и вот такая вот изогнутая линия будет то есть нам корректировочку можно нужно будет сделать что это нам дает для чего дело в том что вторая часть первая часть будет полная вот такая медузка да вторая часть будет вот половинка и и даже большая половинка вообще-то вот здесь проходит то есть это будет больше чем половина и мы должны обработать предварительно вот этот край так чтобы он не сыпался этот уже вырезала поэтому не обращайте внимание так чтобы он не сыпался и только после этого мы будем их соединять эти две части вместе и обходить но вообще нам надо будет и вот наверное так как бы я сказала вы будете выкраивать полную часть да потому что иначе здесь будет у нас изнанка значит давайте так мы вторую часть и в краем точно такую же но разрезаем ее по этой полосе то есть мы соединять будем оверлоком вот с этой стороны с левой стороны вот оставшуюся часть и вот эту часть поскольку мы ее обработаем только вот в этих точках вот здесь вверху внизу и вот здесь и для того чтобы у нас здесь получился кармашек кармашек в который мы будем вкладывать собственно ту самую ткань с намерением чтобы она собирала это наши жидкости конечно можно брать фланель в несколько сложений можно брать марлю во много сложений но лучше всего я сейчас вам покажу брать бамбуковые специально уже сделанные такие вкладыши хотя они сделаны не для нашего случая но все таки мы можем их использовать я сейчас на amazon.com и я напечатала вот эти слова это значит бамбуковые вкладыши для тканевых дайперсов то есть памперсов то есть это для младенцев кстати у кого маленькие дети вы найдете это тоже очень полезным если вы не можете покупать с amazon нужно просто напечатать вот эти слова в интернете потому что возможно они продаются на других веб-сайтах и вот первые предложения которые вышли два из них бамбуковые посредине вискоза я хочу бамбук и я хочу даже вот этот потому что здесь значок органик то есть значок говорящий что это экологически чистое еще разница есть здесь у нас 12 их 12 по количеству здесь их 10 и они очень хорошо написано супер абсорбируют то есть очень хорошо абсорбировать причем сказано в 4 слоя каждый вот это вот это 4 слоя бамбуковой ткани ну если уже ребятенок сколько бы раз он не писал в него не протекает то наверное и мы не протечем да для ребятенка существует вот такие тканевые трусишки на кнопочках видите то есть когда к по мере его роста да куда это все вкладывается ну а нам надо вкладывать то что мы сошьем и конечно размер этого вкладыша он не предназначен он предназначен для вот тех трусиков да но не для нашего проекта и вполне возможно что он может не совсем совпасть но поскольку это ткань вы можете всегда подогнать понимаете главное чтобы длина соответствовала особенно если вы будете делать ночной вот такой ночную прокладку потому что она должна быть еще длиннее чем даже дневная и может быть это все и сработает то есть подумайте об этом можно даже если вам не понравится в 4 сложения какая она есть оригинально сложить 2 вместе получить 8 сложений вот так примерно она будет у вас выглядеть как видим да все таки как я и сказала то есть нам нужно будет вот эту часть конечно обработать тоже вот но она не должна быть то есть верхняя часть нашей прокладки она не цельная она раз разрезанная и обе стороны обработаны получается вот эти срезы сет на этой части на этой должны быть обработаны конечно и вот вы будете вкладывать вообще здесь на фотографии очень короткий это короткая прокладка то есть я вам советую на ткани уже даже если у вас не хватит бумаги продлите продлите подлиннее сделайте потому что в этом месте просто узко ну чтобы встретились эти крылышки да а вот здесь надо вытянуть и конечно прокладочка тоже должна достигать этого да то есть чтобы она могла вот быть достаточно широкой в этом месте и вставляться сюда подобных прокладок вам конечно понадобится больше чем на каждый день я думаю если вы используете 2 или даже 3 в день подобных то лучше иметь хотя бы 6 7 и хотя бы одну ночную ночная которая вот еще даже большего длиннее размером может быть пошире даже вот в этой части да вот она пошире и вы пошире вкладыш на нее будете также как-то делать и тем чтобы она уберегла вашу постель ночью ну вот примерно так посмотрите еще ну а я тем временем сшила дошила свою вторую прокладку единственное что мне осталось поставить кнопочку я сейчас еще раз ее заверну покажу как это будет ну вот на обратной стороне то есть мне нужно будет пришить одну часть кнопочки вот сюда а вторую здесь и вот так вот она будет у меня застегиваться и как видим ну примерно надо еще там посмотреть за ворота по большему что я хочу оставить немножко с этой стороны побольше в общем поиграть надо с ней еще но в основном она сделана и и что хочется сказать еще конечно я не сделала прокладку для критических дней но она примерно по тому же принципу делается как я уже сказала вы вырезаете две одинаковых части одну часть разрезаете по полоске которую вы определяете где будет вход в карман обрабатываете оба брестных этих края и потом соединяете все вместе опять же оверлаком или зигзагом и в принципе там даже еще по моему поменьше работы в плане того что не надо будет подгонять не надо будет подгонять скажем длину вот этой вот прокладочки но еще что хотелось бы сказать конечно для критических дней это должно быть все пошире то есть не только длина больше да не только длина вот сюда больше но еще может быть по длине чуть-чуть лучики потому что вы это придаст больше ширины и вот тогда этот вырез может быть поменьше тоже чтобы дать место вот вкладышу которую вы вкладываете потому что он будет толстенький по толщине то есть это будет по немножко побольше конструкция но если вдруг возникнет такая у вас нужда провести вас именно по более подробно по второму типу для критических дней прокладки то я могу для вас это тоже сделать потому что сегодня как-то больше получилось на первый тип задавайте вопросы если они у вас есть и надеюсь у вас все получится вообще проект очень быстрый если есть выкройка тем более но выкройку сохраняйте конечно и используйте ее еще в другие разы можно всегда подкорректировать что-то даже если что-то у вас не получилось подкорректируйте на своем нижнем белье поносите это тоже дома посмотрите как это может быть где-то еще где-то увеличить нужно или уменьшить в общем это вы можете всегда коррекцию провести но по большому счету как я вам показала изначально если вы сделаете замеры по своему нижнему белью то у вас может все хорошо выйти с вами была Олька делайте правильные выборы и этот быстрый проект вам по силам его даже можно сделать руками без помощи машины ну то конечно займет больше времени до свидания и кое-как это такое